И жителю души истинны, и живи с детства, и вся исполняй сокровища боги, и жизни подателю. И жителю души истинны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажен души нашу. Сына и Святого Духа, аминь. Ну, на первый раз пойдет, а потом уж готовься. Брат Константин, впервые присутствует на наших занятиях, благодарим, вырастил всех, посадил дерево, построил дом, дом не построил, сына не вырастил. Нет, три девчонки за одного пацана, это нормально. А, не идет? Ну, конечно. Ну, ладно, первый раз услышал. Да, потому что у тебя обязательно попадется хороший зять, один из трех, все равно. Да, будет тебе сын настоящий. А остальные два будут этот, средний был и так, и сяк, а молодший вовсе был. Ну, по сказкам, брат. Ну что ж, 12 глава Евангелия Теана ждет нас впереди, а вот мы только начинаем. Закончили 11 главу. Двенадцатая, очень интересная глава, как и все у Господа нашего. Первый и третий стихи. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взявши фунт нардово чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Толкованием. Блаженный Феофилат. В десятый день месяца выбирают Агнца для заклания в праздник Пасхи. Исхода 12 глава, третий стих. И с этого же времени начинают приготовлять все необходимое для праздника. Обыкновенно и за шесть дней до Пасхи, то есть в девятый день месяца, едят роскошное. И этим днем начинают праздник роскошное. 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 То есть, ну, вкусное такое. Посему Иисус пришел в Ифанию, разделяет вечерю. Евангелист, желая показать истинность воскресения Лазаря, говорит, а Лазарь был одним из возлежащих с ним. Ибо он, явившись живым, не тотчас умер, но долгое время оставался на земле, ел, пил и прочее обычное совершал. Словами, есть прям это, жития святых Лазаря. Словами же, что Марфа служила, означает, что угощение было в ее доме. Она не получила служение, не поручила служение служанкам, служение служанкам, работу, что ли, хоть и вечер. Но исполняет онуе сама непосредственно. Онуе, то есть вот это самое. А что вот это самое? Угощать. Господа, угощать. Я сейчас скажу, угощать. Это же, понимаете, талант нужен, чтобы угостить гостя. У кого есть, а у кого и нет. И Павел говорит о вдовице, которая умывала ноги святым. 1 Тимофея, 5 глава, 10 стих. Итак, Марфа сама служит вообще всем, а Мария воздает честь только одному Христу, потому что она внимает ему не как к человеку, а как к Богу. Ибо она пролила мира и отерла волосами головы, потому что имела понятие о нем не такое, какое имели другие. Не как о нем и Христе, то есть. Не как о простом человеке, но как о владыке и Господе. И вот, кстати, я хотел сказать об этом. Давно уже у меня это наворачивалось на языке. Подождите, у кого вопросы. Почему в толкованиях все время он, он, они, там, что нельзя, Бог, там, Троица, Христос. Что, букв не хватает или места, что ли? Вот начинает он, он, там, он, и потом запутаешься, хорошо, хоть с большой буквой. Он, там, он. Ну, вот это совсем не то. Зачем местоимение, когда Христос или Иисус сказать? Ну, чтобы это... И вот с этим, вот, вот, с этим, вот, все связано в нашем православии. Слово Христос сказать нельзя. А Иисус Христос, ну, это вообще... Ну, когда вот поем мы, помните, это, мы христиане, и там, Иисус стал нам другом. Я хотел это детям спеть. Ну, на занятиях. Я там постоянно, у нас начинается или заканчивается занятие, я что-то им пою. Из наших, из Игнатих, из Марины, из протестантских пою. И вот я хотел спеть. И с Володей мы начали. Я говорю, давай, Володя, давай мы с тобой споем. Володя у меня был. И это, попробуем как. Ну, начинаем петь. И Иисус стал нам другом, мы на деле узнали. И я смутился, понимаете. Вот это спеть детям. И Иисус стал нам другом. Мы на деле узнали. Что-то меня прям, думаю, сейчас детям спою, Иисус стал нам другом. И дети как потом придут куда-то и скажут, а вы знаете, там, на своих воскресных занятиях у них там попы ведут. А Иисус нам друг. И что? Эй, бум-бум, от Ксих, ты спишь что ли в сказке какой-то? Да, и мы тут между собой еще можем понять, да? А вот так вынести это все. Я понимаю, там Иисус Христос был бы. Или там Господь. А так просто, в простоте Иисус стал нам другом. Иисус стал другом тебе? Иисус друг твой? Конечно. Ну, видите, легко. А вот так вот спроси где-то у православных, они скажут. Кто такие, подскочат вот так вот, а плюют тебя и говори. Да я маленько. Сейчас, наблюдая за Иисусевием, за внуком своим. Надеваю ему рубашечку. И это я говорю. Пояс где? Он, Бог, Бог, Бог. Ну, вот ты говоришь, как вот детям. А, то есть у него уже ассоциации поясок и Бог, да? Да, потому что нету пояска Бог. А как он это понял? Не, он мне интересно, он совсем мягкий. Это ладно. Вчера мама... Не, как он костыль принес? Давай, давай, давай. Мама вчера вышла из темной комнаты, какая-то у нее шапочка там такая, с дырочками. Была она ее одела, там платок нашла. А он такой подходит, ээ, тут что? Видно, видно, говорит, волосы видно. То есть там дырочки, ну, снимай, говорит, ты ее снимает, иди, одень платок. Как вот уже ребенок доходит до этого? Так интересно? Ну, да, да, да. Я хочу сказать, что были такие дети, которые проповедовали в магазинах, там приходили и потом рассказывали нам. Ну, вот когда у нас побывали здесь они, на занятиях тут и... и потом проповедовали, а сейчас клейма негде ставить эти дети. Так же кликерия, она такая шустрая была, такие вещи говорила. Кликерия. А мама ее... И мама учила. Перепитуя. А потом что с не стало вообще? Алина Васильевна ее все правильно учила, и мама, и ее. А вот дети... Я поэтому вот вчера как раз с детьми разговаривал, говорю, вот Господь дает какое-то ангельское существование детям, но не... Вот очень малое время, очень малое. Мальчики начинают драться, вот маленькие такие, как Ивсеви, они все должны драться. Вот я знаю, что все дерутся. Это первый, кто взял костыль вот отсюда. Причем палка моя стояла, и костыль Надежда Васильевна. Он взял ее костыль и понес к ней. По дороге хотели двое отобрать у него. Он увернулся вот так вот, мастер прям джиу-джитсу какой-то. И такой ей принес, и ну, ну. Двой. Ну. То есть это редкость большая. Надо это хранить как-то. Вот я беседы веду, когда мы с людьми, как они к вере пришли. И многие говорят, что в детстве бабушка, то есть бабушка что-то сказала. Что-то сказал, да. Ну, у меня тоже бабушка была верующая. Поминания у них потом, они все равно эту веру пробуждают. Наверное, что-то она говорила, потому что, ну, не может быть, что, как Господь мне дал, что я такой. Семя остается прощаясь. Все, что мы вкладываем сейчас. У меня тоже бабушка молилась. Нам всегда было так интересно. Мы лежим и ждем. Темно, спать надо. Приедем в гости и слушаем, что она сейчас начнет молиться. Я уже потом поняла, она молилась там, коверкала всем молитвам. Ну, потому что, вот как запомнилось своего детства. Ну, да, ничего не было больше. И вот она там немножко не так Богородицу читала. Да я уже только в 20 лет поняла. А когда маленькие были, мы всегда ждали, сейчас до нас очередь дойдет. Она всех поименно перечисляла и за каждого молилась. Мы ждали, когда до меня дойдет мое имя. А, ну, все, теперь спать можно. Все, она за меня помолилась. А я был в этом. В темноте она стояла одна и молилась. Я был в деревне, где Надя жила. Ну, это другая бабушка из другого. А, из другой даже деревни? Другая. Она прямо на краю тайги жила. Там такие красивые места. Вообще. Как там ее волки не утащили, непонятно. Там же медведи, волки, рыси в этой тайге. Ты коптел? Мы не видели. Держь коптел. Я такой счастливый был, когда мы с Надей шли в церковь. И все. И вдруг мне запрещают. Мама вышла такая, так, чтобы больше я тебя тут не видела. Отоварила меня и все. Жаль очень. Ну, что ж. Потому что... Потому что... Потому что... Вера – это такое дело. Итак, вопросы. Что, ни у кого никаких вопросов? Нет, все? Все понятно, да? Все понятно. Ну, хорошо. Тогда я сейчас... Ну, Христос пришел к Лазарю. Тогда давайте вот... Подожди, он два месяца назад пришел к Лазарю. До сих пор еще там. Да, он еще раз пришел. За шесть дней написано. До Пасхи пришел. Давайте тогда исходы 12 глава 3 стих. Никто не нашел? Исходы 12 глава 3 стих. Сейчас Костя найдет. Я? Нашел. Читай. Помогай. Читай, давай отлично. Скажите всему обществу сынов Израилевых. В 10-й день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам. По агнцу на семейство. Все. Угу. По агнцу на семейство. То есть на семью. Ну, там такие были моменты интересные, что надо было ягненка так съесть, чтобы ничего от него не осталось. Еще, чтобы наелись все. И косточки, чтобы все были целенькие. Не сломанные. Не сломанные, ага. А потом их жесть, да? И кости его, да, не сокрушаться. Ну да, потом там сжигается все это. Да, вот так вот все это было. Такие сложности небольшие. А для чего все это нужно было? Для того, чтобы пророчество исполнилось о Христе. Вот для чего. И вот что дальше. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседями своими. Ближайшими к дому своему. По числу душ. То есть они жили прям кварталами. Видите, как мы можем узнать. То есть у них не было хуторского хозяйства какого-то. То есть все иудеи жили вместе. Ну, им выдавали кормежку какую-то, еду. Они работали за еду. Они были настоящими рабами фараона. Их поселили, вот как у нас сейчас называют скворечники. Вот эти большие дома. И где люди в большинстве живут. Это рабское житие называется. Рабы так жили. Ну, а мы сейчас сами добровольно отдаемся в рабство. На слово рабочий, работник, служащий, от слова слуга. Все это относится к тому, что в конечном итоге сатана нас всех в этот кубик загнал, в который социума этого, то есть проживание людей. Для того, чтобы потом можно было очень легко выбрать, кто верующий, кто не верующий. И подчинить себе. Вот так вот они жили, видите. И в ближайший дом посмотрели, у тех столько детей, у тех столько, сколько нужно агнцев. Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола, однолетний. Мужеского пола, без порока. То есть, чтобы хроменький был, когда съедят все, чтобы не было... А там раз, если хромой, не просто хромой, или косточка поломана, или суставчик где-то, что-то. Уже все, он такой не должен был здесь быть. А почему? Надежда Васильевна, почему? Расскажите нам. Раз написано непорочный. Хорошо, ладно, согласен. Ты можешь сказать, сестра, почему? Агнец, почему должен быть такой? Мужеского пола там. Косточки. Кто? Кто хоть? Ну, я же к тебе обратился. Что? Тебе тебе говорили. А, ей нельзя говорить. Ну все, молчите, ладно. Я забыл совсем. Брата я не спрашиваю. Брата он у нас как будет старейшина здесь. То есть, правильно или нет будет говорить, отвечать. Ты не помнишь? Ну, я догадываюсь. Догадываешься? Бог самый лучший мой. Книга бытия? Догадываешься или какая? Ну, потому что это книга исход, а предыдущее бытие. Как бы дальше ничего нет. Ну, животные проопротно указывали на Христа. Жертва. Жертва Христова. Пасха Христос. Мужеского пола. Христос мужеского пола. Значит, там не здорово. Мужеского пола беспорочный. Христу ноги не перебили, колени. Пророчество все исполняется. И животное должно быть беспорочным. А осталось только одно. Почему жертва? Кровь. Хорошо. Что вспоминаем? Больше ничего нету. Исхода 12 глава мы сейчас читаем. И перед этим только книга бытия. Каин и Авель, которые принесли жертву. Совершенно верно. И была принята жертва. Не жертва. Не жертва. Там не жертва написано. Как раз это очень важно. Написано, что Авель принес дары. Д. Приношения. Д. 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 Дары. А Каин принес жертву. И написано, принес из первородного стада своего. И вот из этого первородного делают тогда толкователи Златоуст. Вывод, что это был как раз Агнец. Агнец непорочный, самый лучший, самый нежный. Не ели тогда мясо люди. Не ели мясо. Они для молока держали и для шерсти. Тогда. И Агнец, он был как производитель. Агнец. Мужеского пола. А почему не ели мясо? Почему? Потому что тогда еще не было девятой главы книги бытия. Это же была только четвертая глава. То есть значит, иначе есть после потома, да? Точно. После потопа. А до этого не ели мясо. Так что есть там такой фильм, сняли американцы, как всегда. Про Ноя. Там потоп и так далее. И там люди мясо там едят. Там делят его, там чуть не сырое жрут. Ничего этого не было. Люди не ели мясо. Не было этого. Убивали? Убивали. А мясо не ели. Вот было много плодов всяких других. А Агнец принес от плодов. То есть от того, что они едят, он принес жертву эту от этих плодов. Но не выбрал самое лучшее. Что должно было быть самое лучшее из плодов? Ну давайте догадаемся. Что? Пало тоже. Не, не, не. Что должно быть самое лучшее, он должен был принести? Какие жертвы? Мы должны сказать, сколько было жертв. Какие жертвы? Какие жертвы? Сколько жертв? Какие жертвы? И для чего, почему это именно так, мы уже тогда поймем. Это книга «Исход», опять же, с 20 главы начинаем. Но мы воспользуемся книгой «Левит». Там это поподробнее написано. С самой первой главы написано. Принесение крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и птиц. Так, и еще что приносили? Хлебные жертвоприношения. Хлебные, совершенно верно. И какие хлебные? Они подразделялись, какие хлебные. Глядите. Там надо просто читать и сразу. Нет, а ты сказал, какую же жертву должен принести был Каин, чтобы она была свободна. Да, об этом сейчас мы и говорим. А если он был земледенец, как он жертву? Животное принесло? Ну вот мы сейчас и... Какие жертвы? Гляди, жертвы какие были? Всесожжения. Для чего она, жертва всесожжения, кто знает? Мирные. Нет, жертва всесожжения. Она... Что делала жертва всесожжения? Как она приносилась? Все сжигалась. А за что она была? Да, 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 да. То есть, когда человек приносил, он каялся в чем-то или не каялся в жертву всесожжения? Нет, это жертва всесожжения была. Да, совершенно правильно. Это жертва всесожжения называется, когда ты каялся. А жертва всесожжения... Человеку совесть вот говорит, принеси жертву Богу, принеси. Как прославление. И он приходит, как прославление Богу, как бы. И когда он приходит, приводит ее к скине, эту жертву, возлагает руку. И в этот момент он получает благоволение в очах Божьих. Человек. Для прощения грехов написано. Благоволение в очах Божьих для прощения грехов. То есть, если какой-то там грех у тебя был, он тебе прощается. А ты не помнишь его. Ну, Господь, видать, даст вспомнить. И получается дальше. Потом дальше всесожжения. Потом какая жертва? Мирная жертва. Мирная жертва, это что за мирная жертва? Чем она отличается от жертвы всесожжения? Там отрезали. Правильно. Да не один кусочек. Да. Весь жир сжигался Господу. А почему? Авель принес от первородных и тук их написано. И тук их, то есть жирок. А почему жирок? Кто знает? Брат. Жирок. Горяжий. Грудиночка. Горит. Давно не пробовал уже, да? Он вообще никогда не ел. Да? Он просто не знал, что это жир, когда ел. Да, да, да. Это вот все там. Вот такой. Жир вы что представляете? Кусок шмак сала что ли? Нет. Внутренной жир появился в виду. Вот этот вот. Сестра, ну ты как медик, да, понимаешь, как выглядит это все. А я как мясник, который работал в мясном цехе, понимаю, как это выглядит все. Он жирок, он как бы входит в составляющие мышц и так далее, растекается там по некоторым. Это крестец, это грудинка, холка вот здесь вот. Там все это есть. Он принес тук, то есть самые такие нежные кусочки вот эти, филейные вот эти вот, там где все это было вот. Очень вкусно. И Господь принимает это все, самое лучшее принимает. А вот такие куски там, плечи там какие-то, бедра вот эти мясные, наваришь их, а оно стоит колом, пока не перекрутишь котлетку вкусную. Невозможно жевать, тем более моими зубами. Так что я это сейчас очень хорошо понимаю. Ну в принципе я и молодым понимал, у меня мама любила котлеты готовить. Ну доходит немножко теперь до вас? Доходит? Отличие в чем? Все сожжения от мирной жертвы. Всесожжение, все сжег, тебе ничего не осталось. Почему? Господь тебе за это дает отпущение греха, который ты не понял. Мирная жертва, ты принес ее в дар Богу, и Господь тебе от этой жертвы дает с собой вместе трапезу. И теперь жертва за грех, чем отличается? Опять то же самое привезли, все, человек говорит, я согрешил в этом-то и в этом-то, страшный грех. Похулил Бога, не понадеялся на Бога. Его убить надо, а он быстрее вала привел. Ну понятно, быка, ну теленка этого, телка. И вот эта жертва, какая она может быть? За грех. За грех, ага. В чем она отличается-то теперь? Где сжигается все это? За территорией. За территорией скини, правильно. А эти два сжигались на жертвеннике. А жертва за грех только за территорией все сжигается. Кожа вместе с ними и так далее, все вместе с кожей. А здесь кожа не сжигается в этих животных. Она, кожа отдается, ее там выделывают, где-то там и так далее. То есть там уже стоят, чтобы разделать. А все остальное, там кровь выливается к жертвеннику и так далее. И там еще есть такие моменты, когда жертва всесожжения, она приносится перед золотым жертвенником, который в святом. Который изображает собой Иисуса Христа. Вспомнили этот жертвенник? Воскурение. К этому жертвеннику пошел Захария. И там Господь его встретил. Когда он воскурял на нем, Фимиан. И там ангел его встретил, Захарию. И сказал, что будет у тебя родиться, зачнешь. И он будет исполнен Духом Святым от чрева Матери. И он вышел и немой, потому что сказал, да как так? Я никто не называл таким именем. А вот так назовешь его Иоанн. Никто у нас таким не называл. И он вышел, подали дощечку, он написал Иоанн, имя ему. Все очень удивились. Так, и теперь у нас пришли к жертвам хлебным. Хлебное жертвоприношение. А еще у нас одна жертва есть. Знаете какая? Козелопущение? Нет, жертва повинности называется. Знаете такое? Жертва повинности. В чем она? Повинность. В чем жертва повинности, не знаете? Жертва повинности в том, что или все общество согрешило пред Богом, не зная того. Или отдельный человек согрешил, это отдельно тогда он приносит. Или первосвященник или священник. Или они все вместе. То есть вот так. Или все общество вместе со священником, с первосвященником. Или первосвященник в чем-то ошибся. Или священник, или священники, или отдельный человек общества, жертва повинности. Не так сказал что-то, не так, но не хотел, он верный, он все, неси сюда жертву, все. Она будет тоже сожжена нормально все, и от нее будет даны некоторые части. То есть вовремя человек сознался, как бы это грех, но так как этот человек не знал этого, ну понятно, да, в чем дело повинности. И последнее, это хлебные жертвоприношения. Какие были хлебные жертвоприношения? Какие были они? Хлебные. Что такое хлеб? Мука с елей. Так, хорошо, мука. Ну там оно всегда добавлялся елей и еще что. Странная такая вещь, я, честно сказать, не совсем понимаю. Ладан. Что-то он делал, я не знаю. Ливан этот такой, Ливан. Ну да, Ливан этот, я не знаю, что это такое, поэтому не могу даже сказать, как его добавляли, как может у нас тмин, что-то такое. Ну в общем так, хотя это сжигалось, может быть сразу как-то вкусным пахло. Потом дальше, как, потом еще что, мука, еще что могло быть, как думаете? Ну да. Брат, ищешь? Лепешки немножко кинете. Да, отлично. Называется хлеб, печеный в печи. То же самое, елеем политый и с этим Ливаном. И еще, что могло быть, как ни странно, да я вас уже замучил, но зато вы будете это знать. Еще, что можно с зерном сделать? Сделать как листик. Кто любит овсяные хлопья? Овсяные хлопья кто любит? Да? Что с ними сделано? Заваривают. А? Заваривают. Э, заваривают и съедят еще. Скажи вкусно. Нет, что, я же, состояние зерен какое там? А, и что? Я показываю. Что же я показываю? Толченые зерна, конечно, толченые зернышки. То есть, мука, печеный хлеб и толченые зернышки. Толченые, растолченые. А еще, всегда-всегда должна присутствовать. Сейчас покажу, скажите, что. Сейчас покажу. Что должно всегда-всегда присутствовать? Что поднимается. Что поднимается. Сейчас покажу, вы все поймете. Глядите. Соль. Совершенно правильно. Во всех жертвоприношениях должна быть соль. То есть, привел быка, принеси соль. А сколько? Сколько на быка надо посолить, столько неси. Мешочек там или сколько? Все знали. Горсть там и так далее. С птицами намного легче было. Птицы просто, священник подходит, отрывает голову на Игнатихныча. Видели ролики? Там он просто, где голубей, там такой демона такого рисует Игнатихныча. Просто подлецы, которые ничего не знают, решили пиариться на фоне праведника. Сатана, когда пиарился, он закончил Голгофой. Так что они там, Голгофой говорю, на Голгофе, этим, преисподней закончил. Так и они тоже хотят залезти на Голгофу, но долезут до нее, только вниз. Все, просто подходил, священник отрывал, вот так вот отворачивал головку, брек и все. И сжигал тушку. Не чистил, ничего там. Кровь только выцеживал с ней. Под ножью жертвенника. Интересно, куда эта кровь девалась, не знаю. Там же очень запах был неприятный, представляете. Или что, или как, ничего не знаю. Но вот то, что тут написано, рассказываю. Видишь, сожгли эту птичку. Вот, мы узнали о всем. Так что, а что еще могло такого приноситься? Оно считалось жертвой, но жертвой не было, как, ну, это было приложение. Вино и елею нет? Нет. Елею он употреблялся везде. А хлебная, она за что была, эта жертва? Хлебная, жертва повинности была хлебная. Да. И просто, и просто жертвы хлебные. И просто жертвы хлебные. То есть, за грех не было жертвы хлебной. И еще, ну, что дополнительно, что было? Дополнительно, что? Они стояли, вот эти вот, вот эти вот вещи стояли на одном из столиков в святом. И Давиду достались вместе с его, этими, ну, слугами. Нет, нет. Хлебы, да? Хлебы, предложения. Что в них такого было, что они, уже кто-то не приносились, не сжигались? Голубки. А? Голубки. Какие голубки? Они предназначались для священников. Хлебы, предложения. А, хлебы. Да, они для священников, чтобы священники могли есть. Но нигде не написано, что священник не может поделиться. Поэтому, конечно, Давида проклинали потом. Что ты сделал? Ты священнические дары съел. А они были большие. Мы рассчитывали тогда около 4 килограмм. Один хлебушек. А их было 12. На каждое колено. И что в них было такого-то? В этих хлебах? Ну, мы тут с вами рассказываем, что мы приносим. Муку. Давайте разберемся, где были опресники. В том, что приносилось жертву или вот в этих хлебах предложения. Как вы думаете, где были опресники? В чем? Когда приносились жертвы? Жертву приносилось. Так, давайте еще раз. Что приносилось жертву? Видите, вы не читаете, Библию не открываете. А я-то ее знаю. Я читал. Приносилось что? Зерна какие? В муке. Потом дальше. Мука запекается и получается хлеб печеный. Ну, лепешки, брат сказал правильно. Хлеб. Ну, они лепешками были. И последняя. Овсянка. Не овсянка только, а толченые зерна пшеницы. Хлопья. Хлопья, да. Еще что к ним должно поливаться? Масло, елей. Елей. Потом дальше. Соль. Соль. И последняя. Вот эта штука, которой я не понимаю, зачем она. Ладно. Как Игнать Тихонович. Ладно. Ну, типа Ливан, это одно и то же для меня, ладно. Как Игнать Тихонович, не любит лавровый лист. Говорит, зачем он там в супе плавает только. Так и я вот не понимаю, зачем там этот Ливан. Но Господь сказал, надо его попробовать, может, он вкусный или что он там. Но его же, опять же, он же сгорает. То есть, может быть, для запаха, я думаю. Ливан, я всегда думал, что это нечто воскурять. Так, и что еще, чтобы тогда квасное это было? Должна быть закваска? А о ней говорится? Нет. Нет закваски, нету. Значит, все опресно. Значит, опресно, да? Правильно. Запомнили хоть? Запомните. Жалко, никто не записывает. А тогда хлебопредложения, что? Тогда они на закваске. На закваске. Квасное нельзя было сжигать. А нужно было приносить просто священникам. И еще. И еще один. Еще один ингредиент. Он такой, такой. Я сейчас покажу вам, и сразу поймете, какой. Ну, какой, давайте для начала. Интересно же так все-таки. Сразу расскажу. Трава. Трава, неплохо уже. Или уксус. Брат, ты это любишь. Ой, я знаю. Сергей, нельзя разговаривать. Но она поймет. Брат Михаил. Раньше русские люди любили на этом очень сильно кое-что. Сало. Ты с ума сошла. Коза, бьешь десятку коза. Нет, квас. Что? Нет, квас это мы уже сказали. Дрожжи, вот это. Назвал ливан, да? Ливан, да. Вот он написан. Ливанская смесь. Ну, так расскажи мне просто. Смесь определенных ингредиентов, точнее даже не говорится, даже называет ливанская смесь специи. Использует ее в приготовлении блюд с фаршем, мясом, птицей. Состоит она из мускатного ореха, имбиря, душистого перца, пажетника, гвоздики, корицы и черного перца. Вот так вот, так я и думал. Откуда только того не был черный перец, я не знаю. Потому что еще же с Индией не торговали. Ну, это в наше время. Это в наше время, да. То есть ливан это просто название горьких трав. Согласен. Горькие травы, правильно. И кто сказал травы, ты сказала, да? Ты попала, оказывается. Ливан это горькие травы. Ну, различных смесей трав, как приправа. Отлично, договорились, все хорошо. И тогда мы понимаем, то есть все для того, чтобы вкусно, роскошно поесть, правильно. Итак, последнее, что последнее. Сейчас я, последнее еще, что приносилось, вот эти, договорились, что это были квасные хлебы. Ну, наши пышные хлебы, пышные хлебушки. Только круглые они были формы. И последнее, нет, никто. Сейчас, Глития, я показываю, и вы все поймете. Глития, показываю. Мед. Это совершенно правильно. Все-таки, какие мы еще дети, да? Запомнили, все. И мед, да. Мед, они, он стоял там же. Можно было взять хлебушек. Помните, как Господь маму послал какую? И главное качество у нее было, вкусовое, какое? Как будто бы, как бы. Каждому свое. Нет, каждому свое, это когда тебе надоест вот это вот самое. А она была по вкусу, как маленькая, как кориандрова семечка. Лепешки с медом. И там. Как лепешка на огне. Печеная. Печеная. С медом. Кому не нравится это? Марина. Я в том, что, брат, сейчас вкус испорчен, как у меня. Да, да, да. Я жил на конфетах и так далее. И тебе что, не очень, да? Я мед ем, но не с таким усложнением, как, например, Игнатий Хрущевый ест. И я понимаю, Игнатий Хрущевый ест, я вхожу в его партию медоедов с лепешкой. А я лепешки, а мой отец на печке обычный. А мне дедушка, у него пасека была. И называл сачишки. Как? Сачишки называл. То есть обычное тесто, вода с мукой. Все, там ничего нет. Ничего. И вот это тесто, как на пельмени. И это, на печке. Мыл печку обычную дровяную. Игнатий Хрущевый ест, и на ней пек. И это было, наверное, вкуснее всего на свете. Мы прям ждали этого, что нам ни пельмени не нужны, ни вареники. Нам вот эти вот лепешки с печки. Вот поверьте, вот брат... Еще в варенье макнуть их там. Ага. Или в мед. Ну, понятно, баночка. Брат печет лепешки тоже. Там у меня приходит. И хреб печет. Игнатий Хрущевый ест, и я тоже очень-очень это люблю. Он мне корочку отрежет вот так. И я эту корочку потом с медом съедаю. Поэтому я тоже участник. Или маслица, да? Маслица следовательного. Давайте итог-то подведем. Итог подводим. Что мог принести такого самого, самого нужного, самого дорогого для Господа Каин из всего этого? Что он мог принести? Хлеб. 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 Они питались хлебом, теперь мы понимаем. Бескровно. А местописание какое мы можем подтвердить, что это так? Есть местописание. То есть все скажут, да вы там придумайте. Я думаю, что кабачок, а кто-то дыню любит, кто-то любит там арбуз. А мы говорим, нет, это был хлеб. Это был хлеб. Елей, не знаю, жал он тогда или нет, выжимали они, был там у них масла, нет. Но хлеб, он был. И почему? Это сказано в предыдущей третьей главе. Мы-то сейчас четвертую проходим. А в третьей главе? В поте лица своего будет забывать хлеб свой. Поблагодарим нас и Господа. Пятерка. Да, вот так. Совершенно верно. Видите, как мы пришли. О, у меня вопрос. Давай, ну-ка. Зачем с современным православным знать в подробностях вот эти все жертвоприношения? Что зачем идет? Нет, кроме как чисто исторической справки. Где это можно применить? Господь так и сказал. Это все были примеры, чтобы вы не были похотливы на зло. Примеры, библейские примеры исторические жизни Бога с людьми и без Бога людей, как примеры для того, чтобы мы не были похотливы на зло. Если ты это будешь передавать детям своим, они не будут похотливы на зло. Они станут здороваться хотя бы со мной. Если будешь преподавать это другим людям, то сам будешь преподавать потом и детям своим. А если никому не будешь говорить, то тебе оно вообще не надо тогда. И тогда ты останешься сам в себе. Вот гляди, а, это не здесь. Ну вот в этом же, в Исаии написано. Египет на закваске своей сидел, на дрожжах своих. И был проклят, написано. Ну это вот перед этим. Тоже вот в этом же контексте идет. Не надо на это рано. Нет, мы-то рассказываем как раз им, чтобы было понятно, зачем. Потому что это все было про образы жертвы, которые сейчас приносятся. Это хорошо, что вы рассказываете все. Ну вот сейчас же, я же сейчас использовал. Сейчас был экскурс как бы в истории. Конечно, конечно. Это экскурс непростой истории. Это понятно. То есть где можно применить практически вот это знание про эти жертвы? Когда дети стоят в храме Божьем, они должны уже это все знать. Какую жертву они приносят Богу? Они не работают в поте лица, не трудятся, ни быка не ведут, не убивать его. Причем там странно написано. Крупный рогатый скот, все сожжения там и так далее. Жертвы за грех. Жертвы за грех как-то попонятнее. Там как бы священник убивает. В жертву приносят. А здесь такое впечатление, как будто говорится, должен сам приносящий заколоть это животное. То есть я точно даже не могу сказать. Или помогали ему убивать, или он прям сам участвовал во всем этом. Вот этот человек. Так что вот это мы все должны были делать. Мы сейчас отвечаем на вопрос. А мы не делаем. Мы стоим. И что мы делаем? Надо этому учить детей. Мы воздаем Господу жертву хвалы своей внутренней сущностью. Называется сердечное. Сердечное прославление Бога. Сердечная молитва. Сердечное приношение. Вот сейчас, Лена. Говори, говори. Да, ты и ты говоришь. Как я поняла, что на вопрос Константина. То есть мы такой же народ Божий сейчас, как евреи, которым был дан закон, в котором даны были все вот эти правила. Подумай, что. Все эти жертвы, все эти правила народу Божию были даны тогда, и они все их исполняли. И все равно они много согрешали, и даже своего Мессия убили. А мы сейчас тоже народ Божий. У нас нету этих жертв. Мы не должны это делать, а мы должны делать больше и выше. А это что? Это душевные жертвы, как брат Игорь сказал. То есть у нас... Духовные. Духовные, да. Душевные неправильно. Духовные, да. То есть жертвы духа приносить. То есть мы должны больше трудиться. Вот. То есть, ну не телесно, а духовно уже. А теперь надо заслать к Иисусу Христу, пятая глава Евангелия от Матфея, заповеди блаженства. Заповеди блаженства, они раскрывают нам 10 заповедей исполнения Христа, исполнения Божия для евреев. Почему они не смогли их исполнить? Почему не смогли исполнить? Господь юноша говорит, он подошел и говорит, я от юности, я это, ну как мне царство небесное достичь? А Господь говорит ему, как читаешь заповеди Божии, как исполняешь? И перечисляет 6 заповедей человеческих. И не было заповедей, почитания Бога, 4 заповедей. Они в одно вкладываются, возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей душой своей, всей крепостью своей. То есть, вот эта заповедь, она все 10 заповедей объемлет, и заповеди, 4 заповеди, которые относятся к исполнению для Бога. То есть, мы в первую очередь должны. И Господь ему говорит, а эти 4 заповеди не говорит. Почему он о них не говорит? Как раз, когда ты, эти 4 заповеди, как раз казаются внутреннего человека, по отношению к Богу. То есть, молитва. И Господь ему показал, ты уже обратился ко мне, когда он сказал, учитель благий. Он уже обратился к нему, и Господь ему намекнул, так, все, ты понятно, меня почитаешь за Бога, хорошо. А теперь, ты исполнил заповеди человеческие? А он ничего не понял. Он не понял ничего. Он это сказал, учитель благий, заучено, просто для того, чтобы лицемерие проявил. Он никак к Богу обратился. Не как к Богу, да, оказалось. А почему не как к Богу? Это тоже понятно. Почему? Потому что он не пошел. То, что он сказал. Христос то, что сказал сделать, он не пошел и не сделал. Вот и все. И мы из этого... И теперь нам с вами на сегодняшний день очень легко осознать и понять, что Господь хотел от нас с вами сегодняшний, чего он желает. Чтобы мы исполнили то, что он заповедует. А для того, чтобы мы хорошо это исполняли, мы должны знать полностью все. И он говорит, это примеры, поэтому вы их заучивайте и передавайте детям своим. Передавайте постоянно. То есть, все в том, чтобы ты знал и передал детям. И поэтому, когда говорят там, давайте там у нас воскресная школа, детей учить. Евреи просто они сидят и над нами вот так. А сатана-то радуется, как и все бесы там. А что так падают рожками вниз со скамеек своих там. На чем они сидят. Почему? Да каждый из родителей должен учить детей. Каждый из родителей. То есть, вот пришел домой, и вот у тебя ребенок, и не надо его отгонять, ребенка. Ты поговори с ним, с ребенком. Как не просто с другом, а как с тем человеком, который рядом с тобой будет в вечности. Ты хочешь, чтобы твой ребенок был с тобой в вечности. Ты себя в вечности представляешь, человек, душа. Если ты себя не представляешь в вечности, куда ты идешь? Апостол Павел говорит так. Ухо не слышало, око не видело, и на сердце человеку не приходило. Что уготовил Господь любящим его? Но это не значит, что мы не должны не мечтать, а стремиться к Царству Небесному. Сегодня как раз Игнативный закончил свою проповедь словами. Ищите прежде Царствия Небесного, а это все приложится вам. Как его искать, Царство Небесное? И Господь нам некоторыми примерами показывал, как разбойника говорит. Ныне же будешь со мной в раю. Знать его, воображение уже играет. А ораем и знаем, что там плоды, там хорошие добрые животные ходят. Всякие цветы, там очень так прекрасно. Там четыре кристально чистые реки выбегают из раю. Там говорят, что одна река протекает на самом деле. А когда выходит из раю, то на четыре делится. То есть, скажем, воды кристально прозрачно чистые. Ну то есть, мы знаем, как на воду хорошо смотреть. Любим такой сеть на бережке и просто полюбоваться, когда волна идет. Ну кто не любит этого? Это не человек, значит. Правильно же? Ты не любишь, что ли? Ты никогда не смотрел, да? Брат такой деревенский, что даже пруда не видел. Можно я попробую ответить? Что зачем нам знать про все те жертвы, которые были Богом так четко распределены. И много об этом говорится в Ветхом Завете. Ну вот я считаю, что эти все жертвы, они сохранились и сейчас. То есть, приносили они жертву за грех. Козла отпущения, другие жертвы приносили. У нас сейчас то же самое. Это отдельный закон. Да, мы не приносим конкретно животное, но у нас жертва покаяния, жертва... То есть, в Новом Завете это уже сердце сокрушенное и смиренное, Господь не презрит. То есть, принести жертву покаяния, смирения, жертва терпения и так далее. Другая, допустим, какая жертва мирная, да, приносилась в праздники, благодарение Господу. У нас тоже есть жертва милостыни, которую мы делаем, и Господь смотрит на это и... Семь столпов в церкви, сестра. Да, милость избавляет от смерти. То есть, это другая жертва. То есть, она, как сказать, трансформировалась в новозаветные действия. Человек тоже все эти жертвы должен приносить, только они уже в другом виде. И так же там жертвы такие, такие. То есть, все, что мы делаем, это и есть наши жертвы. Все виды можно переложить и перевести в Новый Завет. Ну, они два крыла Большого Орла даны нам. Ветхий Завет и Новый. Поэтому, хочешь, не хочешь, а... Исследуйте Писание. Исследуйте Писание написано. И причем это о Ветхом Завете написано. Так что, мы исследуем. И вот это... И поэтому Господь говорит, опять же, сегодня Гнатиночка. В терпении вашем, спасайте души ваши. Да, приходится много знать, много читать. Сейчас очень нелегко тем людям, которые слушают мои лекции. Я даже уже называю их занятиями. Я боюсь запоминать столько. Я сам читаю. Ну, запоминаю что-то, но я все не знаю. Для меня само столько открывается сейчас. Ну, попросили меня. Вот сейчас о Духе Святом, деянии святых апостолов. Ну, сейчас мы проходим, что такое язычество. Откуда оно образовалось? Какие были языческие культы в Римской? То есть, перед приходом Христа, кто такие были язычники? Вообще, как так случилось, что 12 глава, о которой мы сейчас говорим, в определенное время Господь, когда подойдут к нему и скажут, язычники пришли к тебе, Господи. И он поворачивается и говорит, все, пришел час мой. Именно в этот самый момент, когда пришли сказать, к тебе пришли язычники. И причем богатые, видать, знатные, непростые. Это были люди из языческой среды. И не просто они были-то празелиты какие-то или еще что. Это были язычники. Это был массовый переход в новую веру, которой еще не было. И Христос показал, что нет, теперь будет ваш труд. Ученики мои, люди, ваш труд будет, а я буду вам помогать. И вы увидите, какое будет чудо. И мы видим, что до 4 века, как гнали христиан, Диоклетиан, когда жил, история, для чего нам нужна, не нужна, будем говорить. Диоклетиан, когда жил? Второй. Почему второй-то? Нет, надо конкретно знать уже. Диоклетиан умер в 12-м году. В 312-м году. В 312-м. Да. А на должность его стал императором в 306-м году. И за 6 лет он натворил столько зла христианам. Христиан выискивали. Основные мученики именно при нем и потом при Юлиане отступники в 362-м году будут. И что после этого случилось, когда он умер? Триумвират. Триумвират был. Трое начали биться за один престол римский. И один из них кто был? Константин. И когда он победил? В 14-м году. В 314-м году он победил и сказал, все, гонения на христиан прекратить. Все гонения за религии, за разных там языческих какие там, все прекратить гонения. Все прекратили. А в 25-м году собрался Первый Вселенский Собор, который объявил по всей Римской империи. Настала эра христианства. Все языческие культы загоняются в подполье. Только христианство везде. Как вам это? Только что гнали. Священников выискивали, шпионы, убивали. Если ты выискал священника, убил его, все имущество тебе, все имущество тебе. А если христианина выследил, убил, половина имущества тебе, половина императору. А священника, все тебе имущество. А епископа, о, ты прославлен, тебе там дары от императора. И как еще они остались в период таких гонений? Они же потом откуда-то пришли. Остались, потому что не было дронов. Не было чипов. Кстати, сейчас чипировать начали людей. Уже началось чипирование людей на прям производственной основе. Для того, чтобы... Ну, богатые в основном такие, у кого деньги есть, детей чипируют своих и так далее. Все это уже зарегистрировано законом в Америке. Вот так, дошли до этого. То есть они в гонениях прятались где-то, пока не наступило... Ну, в разные другие государства уходили, которые были соседями и так далее. В пустыню уходили, тогда их было много. Ну, Лангин святой, при Христе он уверовал. Проповедовал уже Пилату, всему Синендриону и Каиафис Самой. Проповедовал о том, что Христос воскрес. Я видел. Он говорил, я видел. Я его сам умершлял, да умертвил. Истекла кровь и вода. Я исцелился. У меня были слепые глаза уже, я еле видел. И когда попала кровь и вода на мои глаза, я вот так протер и стал зрячим. Это Сын Божий, вы поймите, Сын Божий. И почему он так легко принял это? Почему? Когда мы изучаем, кто такие язычники, то мы сразу получаем ответ. Главное, что получила империя в последние века, это культ императора божества. То есть человек Бог. И если ты не считаешь его Богом, тебя убивали. И поэтому люди очень легко приняли язычники Христа как Бога человека. Им это было легко сделать. Они уже поклонялись императорам. Вот так. То есть Господь вот так вот все привел к такому интересному горизонту событий в жизни, что люди в массе начали веровать во Христа как в Бога. И там еще другие разные моменты подошли. Родовообщинные поклонения богам, божествам своим божкам, которые сейчас в Японии. А Римская империя расширялась, была очень огромна. Им нужны были ресурсы людские, особенно мужчины, да и женщины годились. И все вот эти вот основы общества римского, на римском полуострове, Сапашкея там, составляли вот эти селения, которые там были. Там были чистые римляне, жили. Но это были самые чистейшие элементы для того, чтобы сложить мозаику охранную Римской империи. То есть мужчины забирались в легионеры, а женщины шли в услужение богатым матронам и так далее. Никто не хотел рабов. Это были язычники. Ну как полудикие животные. Не понимали ничего. А это были цивилизованные римляне, которые могли правильно все сделать как надо. И родовое общинное общество разбрелось по всей Римской империи. От Испании и до Сирии. От Британских островов и до Египта, до Нубии. Там не Намибы была, а Нубия. То есть представляете сколько это? Это порядка шести с лишним миллионов квадратных километров составляла вся Римская империя. И поэтому не осталось вот тех людей, которые бы вместе в каком-то своем селении почитали каких-то богов. Час, час уже идет. Да ты что? Гонишь. Ты же разорвешься. Ну все, ладно, вы меня остановили. Я даже с совестью меня заиграла. Боже, христи на ночь. Дело все в том, что у нас полтора часа всегда занятия шли. Это мы тут ради тебя сократили. Что-то тебя хотели. Ради немощи. Ради немощи твоей, да. Так, ну ты и помолись-то тогда у нас. Поблагодаришь Бога. Готовы? Достойно есть яга воистину, Блажитетя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без исклиния Бога Слово ровшую, Сущую Богородицу тебя величаем. Благодарю тебя, Господи, Отец наш Небесный, за то, что ты нас собираешься вместе и даешь слушать, слышать, открываешь наши уши и сердца для Слова Твоего Святого. Распусти нас с миром. Тебе хвала, честь и поклонение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, Крест, и веки веков. Аминь. Аминь. Да, брат, ты почаще будь, ты такие вопросы задаешь, а что я тебе не ответил. Брат, если ты будешь чаще приходить сюда на занятия, ответ придет сам собой у тебя. Я его знаю, как раз это поменил. Так а что не говорил, сразу бы сказал, да и все. Мы же здесь не для того, чтобы... Нет, 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 он хотел, как вот ты вот видишь, это не то, что он думает, что это не нужно. Он наоборот думает, что это нужно, как ты вот видишь, да. У тебя интересное рассуждение, поэтому у тебя знание. Ты можешь твое. Так, все, ничего не забываем.